Для того, чтобы нос в кадре не был красным и не страдать от постоянного чихания, во время цветения мне всегда нужно ездить с лекарствами. В Крюмроге больше 20% жителей страдают от сезонной аллергии. Каждый борется как может. Виктория рассказывает, у неё проявляется раздражительная реакция только на тополиный пух. Цветы и другие растения жить не мешают. Началось всё в подростковом возрасте, когда девушка часто ходила там, где росли тополя. Маленький сынишка Виктории Рома тоже чихает от пуха. Ему всего полтора годика. Потому мама малыша боится, что в дальнейшем реакция может ухудшаться. Вдвоём спасается таблетками. Начала появляться заложенность носа, чихание. Не могли понять от чего, но потом оказалась аллергия на тополь. С каждым годом она проявлялась всё хуже и хуже. Если тополь попадал на кожу, выходили ожоги. То есть, вот этот месяц, от середины мая до середины июня, приходилось просто одевать водолазки и вещи скрытые, чтобы никакого открытого участка тела не было. Сейчас Виктория довольна. В её дворе обрезали тополи. Потому в этом году чихать и плакать не приходится. По словам специалистов в сфере ботаники, это один из способов борьбы с пылением тополя. Кроме того, существуют другие виды дерева, которые тоже будут очищать воздух, но при этом пух на них не растёт. Провести комплексную реконструкцию тополёвых насаждений. Вначале их можно омолодить радикально и на том месте создать насаждения с других видов, сортов, гибридов тополей. Но постепенно посадить, убрать, посадить, убрать. Только так мы получим более чистый воздух. Фармацевты рассказывают, против аллергии существует много препаратов. Самые дешёвые – от 10 гривен за 10 таблеток. Самые дорогие – почти 500 гривен за такое же количество. С ценой растёт и эффективность. Существует три поколения противоаллергических лекарственных средств. С каждым поколением эти лекарства становятся более очищенными, соответственно, более дорогими. Они имеют меньше побочных эффектов и больше длительность действия. К сожалению, в связи с нестабильностью курса доллара, медикаменты импортного производства становятся очень дорогими. При покупке лекарств люди чаще ориентируются на отечественного производителя. Но какие медикаменты подойдут именно вам, обязательно нужно узнать у врача. Ведь противоаллергенные препараты почти все вызывают много побочных реакций. Чаще всего это сонливость и проблемы с сердцем. Также привыкание организма. Потому со временем пилюли перестают действовать. На сегодняшний день используются как в детской практике, так и во взрослой топические препараты, то есть местного действия. Их можно использовать достаточно длительно. Качественные, последнего поколения антигистаминные препараты. И на сегодня есть барьерные препараты, которые защищают слизистую носа от оседания провоцирующих факторов. И тем самым облегчают и течение заболевания, и эффективность применяемых препаратов. Но медики говорят, лучше всего думать об аллергии до периода обострения. Тогда можно и вовсе обойтись без антигистаминных препаратов. Для этого стоит обследоваться у врача, пройти лабораторную диагностику, чтобы определить, от чего проявляется раздражительная реакция. После проводится аллергенная иммунотерапия. Это как вакцинация. Периодически вводится небольшое количество раздражающего вещества, чтобы организм к нему привык и в дальнейшем менее остро реагировал. Вероника Лавриненко, Евгений Жулай, Первый городской.